Девушки отдыхают Его последователи и они готовы Сегодня в этой студии посостязаться Со своим кумиром Наблюдать за этими уникальными Людьми из нашей Тайной комнаты будут Уважаемые, известнейшие в стране Ученые Татьяна Майкова, Виктор Спиридонов Антон Шкиряк Виктор, куда это вы собрались? Сейчас я ручку возьму Я надеюсь, с вами Лер не поработал Перед этим, потому что вы как-то заволновались К сожалению, еще я с Левой Ромней встретился Я надеюсь, вы увидите с ним Побеседовать, как врач-психиатр Я надеюсь, что сегодня вы нам расскажете Как же действует эта магия Будете очень внимательно следить за тем Что будет происходить здесь, в студии И под финал программы Мы узнаем с помощью наших Уважаемых ученых, кто обладает Настоящим даром А кто пытается нас обмануть Интересно, кого же Кого разоблачат Наши специалисты Это говорит Украина Здесь, на телеканале Украина Здравствуйте, я Алексей Суханов Тема нашей сегодняшней программы Скептики против магов Большое разоблачение Так, скажите мне, пожалуйста Уважаемые зрители и уважаемые эксперты Вас это тоже касается Кто из вас не верит в магию? Вы все верите в магию? Сердце верит в чудеса Среди зрителей есть И люди, которые в магию не верят Я думаю, что тот человек Которого я сейчас приглашу в студию Поменяет ваше мнение Встречайте, пожалуйста Звезду мирового масштаба Лера Сушарда Внимание на экран Леору Сушардові 32 роки Він родом з Израилю Стеля Віва Виріс у забезпеченій сім'ї Його мати займалась туризмом А в батька був будівельний бізнес Ще в дитинстві Леор дивував Своих рідних унікальною інтуїцією А його старші брати Відмовлялися грати з ним в ігри Бо Леор завжди вигравав У 2006-му Леор переміг У відомому британському шоу Феномен Тепер він – зірка найвідоміших телевізійних шоу світу Від нього в захваті весь Голівуд Всесвітньо відомі політики Та бізнесмени Щодня до нього по допомогу Звертаються сотні людей І ось уже не один рік За ним полюють спецслужби Тут сказали, що за вами охотяться спецслужби Що ви такого натворили? Знаєте, на превеликий жаль Я не можу віддати відповідь на це секретне питання Тому що це таємниці Розумієте Давайте-ка сейчас посмотрим Ваши фотографії С теми звездами С которыми ви вже встречались Будьте добры, внимание на екран Шварценеггер Бекхам Квинси Джонс, Барбара Швайфер Билл Квинтон І ви їх всіх околдавали? Іх запитаєте Но то, що ви делаєте Як це називається? Магія? Менталізм? Ілі це гипноз? Це звука того, що ви назвали Це розуміння того, як мислить людина Ми впливаємо на людину Зчитуємо інформацію І це називається менталізмом Можна називати це магією розуму Я невеличкий дослід хочу поставити Як ми зможемо вплинути на вибір людей Я хочу спробувати з усіма вами, добре? Да, давайте Так що для цього вам потрібно? Ми маємо тут четверо П'ятеро-шестеро зі мною І я маю шість конвертів А ну, стасуйте, стасуйте, стасуйте ці конверти Тасуйте, тасуйте І це дуже проста гра Вибір, на вибір Після того, як ми змішали, ми напишемо цифри Раз, два, три Вибачте, я пишу не дуже розбірливо, я курка лапаю П'ять І шість Один із конвертів належить мені Скажіть мені Раз, два, три, чотири, п'ять Чи шість? 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 Ну, гаразд, гаразд Ось, тримайте, тримайте До серця До серця прикладайте Павел Раз, два, три, чотири чи шість? П'ять чи шість? П'ять чи шість? П'ять чи шість? Ось, ось, ось Тримайте, тримайте До груди притискайте Светлана Я хочу один Один? Так Один для вас Ось маєте Один для вас Один для вас Два 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 Я сказав з самого початку, що один із конвертів є мій 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 конверт Мій конверт Я думаю, що ця віддяка мій Тим? Мій Так? Че не так? Тим? Тим чай! Почиваєте Ні, ні, ні Тим чай та Ви можна думати, що це піглі і міглі Що в кожному конверті pouvait Ліор Суша А це ж не так! А це ж не так! А ну, по-воткрывайте конверты. Что у вас? Покажите нам. У меня любимое число 5. Я думаю, возьму 5, но запутаю. А то же считает информацию про любимое число. Я никогда не выбираю 5. Значит, все-таки зазомбировали нас, Алексей. Как это у вас получается? Если я вам скажу, то доведется потом убить. Вот как? То, что он продемонстрировал с конвертом. Правильно? Совершенно правильно? Я у него такой, знаете, эффект самовпевденности. И он хочет, знаете, русскому обаянию всех. Шоумен. Это технология манипуляции. Да. То есть он манипулирует. Заметьте, что все же хотят. Это мы не хотим, да? Вот мы будем цепляться. Но нас там поэтому и нет. Послушайте, когда это у вас началось? Это началось, когда мне было 6 лет. Я был такой интуит. Но, очевидно, потом нужно было этому учиться. Где вы этому учились? Я научился с книжок, как впливать, как навеювать, как гипнотизовать, все, что траплялось. Психология, математика, хемия, физика, все же про мозг. И я учился знания сбуртувал, поедал с моей спроможностью и сделал то, чем я являюсь. Друзья, это не розыгрыз. Все, что происходит здесь, в этой студии, реальности, меня, честно говоря, это удивляет и даже иногда пугает. Наш уникальный гость покажет еще очень много всего, что, очевидно, вас поразит. Но, кто решится бросить вызов самому сушарту? То, что вы увидите дальше, заставит вас усомниться, очевидно, и в логике, и в законах физики. Смотрите, какая природа. На самом деле, это еще не все. Лер, вы недавно стали отцом. Вы угадали, кто у вас родится дочерь и сын? А как же? Когда я увидел УЗИ, то все знал уже. Я был враженный. Скажите, пожалуйста, как вы познакомились со своей супругой? С помощью магии? Вы ее приворожили? Вы ее околдовали? Мы были молодые, и я побачил в хорошую девушку в баре, подошел к ней и сказал, если я подгадаю число вашего телефона, можно подзвонить? Вы знаете, так можно чепляться до девочек. Послушайте, но ведь вы умеете читать мысли. Скажите, пожалуйста, что у меня в карманах джинсов лежит? Гадки не маю. Гроши, кредитивки. Вы не видите. Алексей, ну нельзя быть таким вот скептиком уже. Вы тоже имеете гроши, так? Вы имеете кредитивку? Кредитивка. С собой нет. Но есть в гримёрке. Появите себе, что вы пошли до банкомату. Вставили картку. Он сейчас снимает ваши деньги. Вы знаете пин-код? Конечно, конечно. А что, вы уже его знаете? Не знаю. Так сейчас, двойте глаза сейчас. Там виза голд, народ. Вот тут из присутствующих кто-то знает, а что пин-код? И надеюсь, что и не узнают. Рахуйте от 1 до 10. Один, два, три, четыре, пять, шесть. Он щупает. Да? Он щупает, да? Вон, смотрите, мне кажется реакцией у человека, когда перераховывает этот фрест. Семь, восемь, девять, десять. А ну, смотрите. Во-первых, если вы что-то скажете, я хочу сказать всем, кто сидит перед телевизором, и тут, в студии, как гостей. Это не подложено. Он мне не сказал свой пин-код. Правда? Правда? Я никому не говорил. Мы подтверждаем, да. Никто ничего никому не говорил. Что это первый диджит? Лиша первую цифру, скажите. С первой цифры все и начнется, да. Держите меня, если буду говорить вторую. Закрывайте. Павел, прошу вас. Эйт. Восемь. Восемь. Я же просил помочь мне. А вы сидите и смотрите, да? Павел, Павел, ну, какая цифра? Другая цифра. Шесть. Точно? Да. И вы подумали? Ну, шесть. Ходите за мной. Ходите за мной. Он яс. Лиша между нами. Лиша между нами. Шок. Лиш, ну, хотя бы вы не смотрите уже. Так, блокируйте карту. Павел, немедленно блокируйте кадр. Послушайте, Лер, на что вы живете? Мы уже открыты. Пин-код. Пин-код. Давайте отдадим это Павлу. Отдайте мне, пожалуйста. Павел, сколько ты в студии еще будешь? О, бей, бей, бей. Шш. Бо-бей, это последний диджит, я думаю. Дебил. 50 евро. 50 евро. Иначе я сейчас всей стране скажу. Мне тоже надо жить. Tomorrow. Все. Право в том, что у него кора головного мозга, особенно ядра анализаторов, да? У него какие-то, ну, че гиперчутливые до всего, что происходит, или... Да нет, ну, это фокусник. И основа этих фокусов какая-то технология. Итак, он на студии Лер Сушарт. Человек, о котором говорят по всему миру. Человек-сенсация. Один из самых загадочных людей планеты. Его трюками озадачены миллионы скептиков. Сможет ли он заставить известных ученых Украины поверить в чудо, или все-таки они разгадают все его секреты? Слушай, ну, это анекдот. Ну, это смешно смотреть. Как вы это все читаете, черт побери, а? Сейчас уже начнутся пытки, отвечайте. Как вы это объясните, Свет? Я считаю, что это считывание информации. Ну, как? Волна, вот идет волна. Человек уже задумывается на какой-то цифре. Вот он его говорит про себя, соответственно, где-то якорится, правильно? Сейчас о какой цифре я думаю? О пяти. Я ни о какой цифре не думал. Ну, знаете, я вот в любом случае начинаю включать какой-то скептицизм. Начинаю думать, может, у него где-то какой-то жучок, или какая-то камерка, или ручечка у него там какая-то... Но жучка нет, и камеры нет. Страшный человек. В такой смире у него это экстра-проприятивное ощущение, скажем так, выше, чем у нормальных людей. Может быть, что у него действительно какой-то такой дар, который можно похарактеризовать как какую-то телепатию. В психиатрии это очень четкое обозначение. Форма поведения его какая? Демонстративная. То есть, если посмотреть на патологию... Истерия. Совершенно правильно. Импульсивность. Да, очень импульсивная. Он импульсивный. Вот же, Анна у нас скептично настроена. Подумайте про первое ваше кохание. Каждый раз, как первый раз. Тут кто-то знает имя вашего коханого? Я думаю, даже он об этом не догадывается. А человек знает? Нет. Нет? Подумайте на меня. Подумайте про первую літеру имени. Думайте. Ви. Думайте. Так? В? Мы ее теряем. Валерий? 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 Валерий сейчас будет в шоке просто. И я шоку. Валерий. Он анализирует будь-якие минимальные, скажем так, зовнішние подразники. Как человек, как поставить. Ну, почему он очень близко подходит? Почему он так в очи смотрит? Почему он смотрит на скорость дыхания? Для того, чтобы увидеть рефлекс... Алексей, а можно вопрос? Мы видели ваши фотографии с Ури Геллером. Мне посчастливилось с ним работать несколько лет бок о бок в своем проекте. Что он сказал, увидев вас? Ури – это мой друг, и это великий человек. Вы имели тут феномен, так? В Украине. Отже, первая программа. Найпершая программа была в Израиле. Я был на той программе с Ури. И я выиграл, победил. Он сказал, что я имею величезную харизму. Грейт стейдж презент. Дуже артистичный. Незвичайный. Незвичайно сдивный. Потом ушел за кулисы и долго плакал. Про демонстрируйте что-нибудь еще, чтобы мы полностью были шокированы. Что интересно, появляются три эксперимента он провел. Я уверен, что сейчас скептики встали на 95% меньше. Фактически сейчас в зале все ему верят. Все. До одного. И сейчас, чтобы он уже не делал, фактически, большинство глядачей... Это, собственно говоря, элемент мне предложения технологии. Да. Я хочу вам показать одну интересную вещь. Это комбинация вплива и предвидение. Это комбинация. Окей. Ну, хорошо. Очень просто коло. Я бы хотел попрохать каждого из присутствующих что-то намалювать в середине. Вы хотите что-то? Не скажите мне. А вы что-то маете, не скажите. Can you come? Светлана! Светлана, пані и панове. Look straight at the circle and think about your drawing. И думайте про то, что маете намалювати. Ага. Это просто попробуй. Я не знаю, че я вгадаю, че нет. Может так, а может нет. Абстракт? Це абстрактна річ. Бачите? Окей. Окей. Вы готовились, Светлана? Малюйте. А-а-а. Вау! Абстрактно-геометрично, да? Вот какие он подсказки делает, да? Да нет. Ну, ребята, на этом не может быть основано такие выступления. Это очень ненадежная технология. Ну, я думаю, что можно и певне какие-то установки тоже, да? Я думаю, что это технологии, да. Да, это технологии, ребята. Wait, 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 I have something else. Чекайте, заждите, я ще шосьмаю. Something just came to my mind. Скажіть, чтоб вы намалювали. Что бы вы нарисовали? Манаду. Йинь-Ян. Thank you. Йинь-Ян. Только вот так. Ага. Crazy, а? В боже воле ты можно. Это фантастика. Только что в этой студии всемирно известный Леор Сушарт доказал, что может читать мысли. Как полезно иногда не думать. Никому не удавалось еще обвести вокруг пальца нашего уважаемого гостя, который сегодня появился впервые на украинском телевидении. Но знаете что? В Украине есть парень, который уверяет, что может повторить трюки Лера Сушарда. Интересно, получится ли это у него. Давайте же пригласим его в студию. Юрий! Здравствуйте. 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 Вы наблюдали за выступлением Лера? Да, я знаком с его творчеством. Вы можете это объяснить? Мы здесь все в шоке. Ну, то, что делает Лера, это красиво, в первую очередь. Это действительно шоу. И то, что он делает, это психологические эксперименты. Я, как иллюзионист, могу сделать что-то похожее. Но это будет ловкость рук. Это будет трюк. Внимание на экран. Юриеве Мончаку 23 лет. Он киянин. Хлопец из детства мріяв стати иллюзионистом. После школы вступил в цирковую академию. Теперь Юрий – уникальный артист. Один из самых популярных в Украине. Его часто запрошивают выступать в Европе, Африке, Азии. Фокусы уже приносят ему немалые прибутки. Чи сможет он, за помощью спритности рук, повторит один трюк Лера Сушарда? Вы можете сейчас садить ложку? Ну, давайте сразу несколько ложечек. Это перевод имущества. Железные. Да, обычные ложки. И... Можете проверить, действительно ли есть отличия, и ложка чуть согнулась. Как? Из-за чего? Это что? Что это такое? Что это? Ловкость рук? Что? Как это объяснить? Ну, в моем исполнении это трюк. Она не согнулась, а поднялась просто. Он просто ее постепенно сдвигал по отношению к другой ложке. Ну, может быть, а поднялась. Я вам согнул, это физика, это все правильно. Да. Он очень хорошо упорился, но это иллюзия, это трюки, что имитует то, что может сделать человек с надзвичайными здебностями. Но он сказал, что это трюк, он не скажет, как он это делает. Ну, Юра как раз фокусника не скрывает, да? А он же намекает на то, что он сверхчеловек. Значит, у Юра это началось все в шестилетнем возрасте. А у вас когда? Я начал увлекаться магией с детства, и примерно в 17 лет я уже пришел к тому, что я хочу показать трюк, который я увидел у Ури Геллера. Но так, как делает Ури, сделать невозможно. То есть, ну, я не добился такого результата. Но Ури это, кстати, тоже не с первой попавшейся ложкой делает. Да, чтобы вы понимаете, то есть, фокусник это актер. Актер может сыграть любую роль. То есть, в данном случае я пытался сыграть роль Ури Геллера, который гнет ложки. Что вы еще можете сделать? А, кстати, вот у Светланы еще планшетик есть. Планшетик можно. Ой, пойдемте к Светлане. Да? Ага. Я только за то, чтобы все пребывало и не убывало. Ничего, может вам два отдадут. Давайте два. Я покажу один из своих любимых трюков. И прыгните сейчас на него. Почти. Ну, я же хочу, чтобы я могу потом истелить. И так, один, два, три. Делаем щелчок. Ай-файд разблокировался. Итак, сейчас я полностью выключаю звук. Фонарик. Фонарик. Светите телефоном, так, чтобы было видно тень моей руки. И сейчас я попытаюсь тенью своей руки нажать кнопку на ай-пэд. Так, один, два, три. Ой. Громкость увеличилась. Вы уверены, что это вы делали? Может, это я фонариком? А вы можете из пятого сделать шестой? Денег жалко. Сделайте мне из пятого шестой. Я вас уволю. Это фокусник. Послушайте. Я, кстати, вообще не люблю смотреть фокусы. Потому что я знаю всегда, что это всегда обман. Итак, украинский фокусник попытался повторить трюки известного менталиста Леора Сушарда. Но для этого ему понадобилась лишь ловкость рук. Наш следующий гость занимается ментализмом вопреки опасности для своего здоровья. Каждое его выступление – это фактически угроза для жизни. Этот человек вообще таинственная личность. Встречайте, пожалуйста, таинственный Макс. Макс, как называется то, чем вы занимаетесь? Я занимаюсь ментализмом, так же, как Леор показывает психологические эксперименты. Я думаю, что лучше я покажу, чем рассказывать. Да, но сначала мы обратим внимание на экран. Таимничий Макс за кілька секунд дізнается про вас те, про что вы не сдогадывалися все життя. Він здобув чотири освіти, и все завдяки своим возможностям. Умение читать чужие думки дало ему змогу с легкостью складать любые испытания. Він постоянно вытягивал необходимый билет. Я учил буквально несколько билетов, там 2-3 билета, и поэтому чаще всего вытягиваю билет, я даже не брал много времени на подготовку. Макс пройшов не одне обстеження медиков. Вони наполягали, чтобы хлопец перестав користоваться своим даром. Почему врачи запретили вам все-таки заниматься тем, чем вы занимались? Потому что некоторые эксперименты, которые я показываю на публике, они экстремальны и опасны для жизни. Скажите, как это все-таки отражалось на вашем здоровье, как это проявлялось? Могла пойти кровь носом, поднималось давление головокружения сильное. Потому что если я своими способностями могу повлиять на предмет, то, соответственно, вы представляете, какая нагрузка эмоциональная и физическая идет. Как вы думаете, у него крашеные волосы? Чем больше патажа, тем лучше он будет замкнута в себе. Ну да, у него крайности в поведении, да? Да, да. У нас сегодня опаздывает один из звездных наших экспертов. Вы можете угадать, кто это? Я могу попробовать. Да. Я поставлю так, чтобы всем было хорошо видно. Всем видно? Да. Это замечательно. Это конверт. Да, это конверт. Здесь в мешочке у меня есть листики. Вы видите, они сложены в несколько раз. Алексей, теперь ваша задача. Не глядя, опустите руку в мешочек, перемешайте несколько листиков. Люблю быть на одной высоте. Да. И возьмите только один листик. Открывать? Да. Так, что там написано? Что, имя? Да. Вот он сейчас и выйдет, друзья. Но это еще не все. Дядя Жора, встречайте, пожалуйста, его. Я не верю. Ну что? Сам эксперимент. Я же ученый. Ну. То есть у нас такие номера не проходят, правда, Виктор? В науке. Ну, добрый. Это из одной страны. И не факт, что они не работают на одному корпоративу. Здравствуйте. Но, друзья, это еще не все. На самом деле, это еще не все. Я обращал ваше внимание на этот конверт до эксперимента, вы помните. И он находился все время у вас на виду, верно? Да. Я к нему не подходил и не прикасался. Здесь у меня находится мое предсказание. Да. Дядя Жора. Видите, предсказание совпало. Держите. Хорошо, хоть не мой паспорт, да? Да. Ну, вы, конечно, увидели, что тут несколько листиков, да. Это не фокус. Потому что тут... А я хотел обратить на это внимание, что там 150 фотографий. Ничего больше нет. И тут все фотографии, конечно же, для дяди Жора. Это вам на память. Спасибо. Я думаю, будет много желаний потом получить. Я хочу подтвердить, что Макс действительно не знал, кто опаздывает и кто должен быть. Ну, теперь, Алексей, большой вопрос. Совершенно правильно. Молодец. У нас сегодня в студии известнейший менталист Лёрд Сушарт. Валерий? Браво! Валерий. Вау! Вау! Украинские менталисты пытаются бросить вызов нашему феноменальному гостю. Дядя Жора. Присказание совпало. Хорошо, как не мой паспорт. Что из этого выйдет? И что скажут на это наши известнейшие украинские ученые, которые следят за происходящим в тайной комнате? Не будьте наявлены. Вы же мужчины. Ну и что думают по этому поводу наши уважаемые звезды? АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Смотри! Вау! Браво! Как это у вас получается? Если я скажу, что я буду убивать тебя. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Послушайте, как это все делаете? Как вы это делаете? АПЛОДИСМЕНТЫ Ну есть предугадывание. То есть, возможно, отталкиваясь тоже от знаний психологии, от каких-то факторов, можно предвидеть какие-то вещи. В некоторых случаях я могу манипулировать сознанием и направить человека в ту сторону, куда мне надо. И он сделает тот выбор, который я хочу. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ведь можно же на самом деле этим пользоваться и ходить в казино. АПЛОДИСМЕНТЫ Ходжу до казино. АПЛОДИСМЕНТЫ Чекайте, но. Иногда я выграю. Иногда я програю казино. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Але, щиро кажучи, я в чорном списке всех казино святов, я могу играться за дурно, просто так, без грошей, але выграватые гроши мне не дают. Нема дурных. Но, послушайте, это несправедливо. Для кого? Для кого? Для вас. Я почему-то стал вас любить. АПЛОДИСМЕНТЫ Вы путаете, это страх, Алексей, это не любовь. Это страх, это не любовь, Алексей. АПЛОДИСМЕНТЫ Леор, а может быть, еще что-то нам сейчас покажете, чем-то удивите нас? Потому что, действительно, такая возможность всемирно известный менталист, впервые сегодня, кстати, на украинском телевидении, Леор Сушарт. Подождите, как работают полиграфы, да? Это, естественно, физиологический метод выяснения, че людина брешет, че не. АПЛОДИСМЕНТЫ Фактически, он есть полиграф в теле человека. То есть, он эти все данные может в определенной мере фиксировать. Слушай, ну как ты можешь отличить, например, эмоциональную зрачковую реакцию, да? Когда ты вот там волнуешься? Он видит минимальные изменения. Ты же не можешь причину понять. У него есть методика читания. АПЛОДИСМЕНТЫ Дай мне вашу watch. Дай тебе, Аня. Вау! Дай мне вашу watch. Окей. Отже, просто собі годинник. А ну, допоможите. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Сядьте коло мене. Часи не мои, можно экспериментировать. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Тут нужно уже спинеться, что уже годы. Клац. 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 Отже, час в вашей голове. Подивіться на руку. Уявіть, что как раз это этот час. Гаразд, смотрите на меня. И ось, дивіться, что я роблю. Ось, дивіться. Не показуйте. Котра була година, скажіть. Тринадцять тринадцять. Да, тринадцять. Ну, что, все очень просто. Как? Почему тринадцять? Потому что с этим числом у нас, в нашей психологии, очень много связано. Я сам себе подумал о том, что... Что он должен был иметь любимое время тринадцать. Да. То есть число. Я бы никогда так не подумала. Дуже хороший трин. О, ой, 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 ой. Чекайте, зажди. Я не додоркався до годинника. Його крутив дядя Жора. Скільки там на його золотому? Тринадцать тринадцать. Вау. Покажите на камеру. Вот так. Виктор, ну как? Чего он меня выбрал? Покажите на камеру? На камеру. Браво! В Таласкаве. Браво, браво! Получается, это я сотворил чудо? Конечно. Дядь Жор. Вы умеете время присказать, а я умею фонариком звуковой айфона убавлять. Послушайте, ну вот как? Дядь Жор. Я в шоке. Что вы думаете? Не, ну супер необъяснимо. Вот есть такие вещи, которые тяжело объяснить. Трюк можно объяснить, да? Как-то ловкость рук, да, работает это. Вот эти вещи тяжело объяснить. Вот как может совпасть сразу несколько вещей. Я, конечно, тоже знаю трюки. Я могу, например, с помощью 100-долларовой купюры вызвать женщину легкого поведения, например. Это... Это что? Да, да. Просто немножко магии. Лер, а что вы писали? Это для памяти. Он украл трюк. Только что. Только что. Жора, он забрал твой трюк про 100-долларовую бумажку. А мне кажется, что вы теперь вместе. Пин-код дяди Жоры тоже вскрыт. Ребята, нам это все-таки шоу. Вы тут сидите, вычисляйте. По глазам, по губам, по зрачкам. Я в любом случае всегда не могу оставаться с дитиной. И вы такие речи верите, знаете. Но насчет брехни, я думаю, что, может быть, мы погорячились. Почему? Все это брехня? Потому что это трюк. Трюк и шоу. Макс, ну я знаю, что вы тоже проводите потрясающие фокусы и со сгибанием ложек и многое другое. Ну я хотел бы поправить не фокус. Ага. Потому что фокусы пока это иллюзионисты, фокусники при помощи ловкости рук. Я все же использую немного другие техники. Вы можете сейчас нам продемонстрировать это? Можно попробовать. Угу. Хорошо. Железные. Железные. Давайте. Ого. Смотрите. Почувствуйте, она даже еще теплая немного. Все горячая, вилка горячая. Она теплая была. А вы это делаете, давайте вместе. Красиво. Давайте. И у вас красиво, да. Вы на свою смотрите, чтобы на чужую. Вот как-то так. А у меня теплая, но не согнутая. Ну, уже тепло, уже на себя положено. А если сделать что-то так. Пойдем. Хорошо, разогреть же можно ее. Совершенно правильно. Чистая физика, да? Он просто знает, как сконцентрировать энергию в нужном месте, вот от натирания. Можно вопрос к Леору и к Максу? Вот у вас часы и персни, вот, практически одинаковые. Скажите, это какие-то магические знаки? Или это, что это? Мне нравятся украшения. Ну, вот, поэтому я ношу одно кольцо. Ну, и у меня есть трассик часам. Что у Леора? Я не знаю, это, я думаю, совпадение. Я ношу годинку, чтобы знать, котро година. А це мий перстень Супермена. Потому что мне подобается Супермен, и я ношу на его честь оцю каблучку. Скажите, пожалуйста, а что вы думаете по поводу Макса, або в способностях? Чудово, он действует, я разваживался, тишался, и он очень хорошо выполняет свои. Большое из этого я верю и вижу, что есть некоторые такие, скажем так, нюансы поведенки каждого из них. Не будьте наивными, вы же мужчины. Вы должны, как мужчины, сказать, что мы на такой дешевый развод не поддаемся, да? Вот это я должна быть, знаешь, дурочка и говорить, ой, вы не понимаете, они талантливые. Однозначно, у них есть талант анализу сто процентов. Тут не треба, навіть, в цему сомневаться. Партнер нашей программы – Хом Виотензин. Хом Виотензин – давление всегда в норме. Знаете, уважаемые наши телезрители, мы решили предложить нашим зрителям вам повторить трюк со столовыми приболерами. Дали клич в социальных сетях, и нашелся такой человек в высланном видео. Давайте сейчас посмотрим, внимание, на экран. Всем привет! Я узнал, что к вам в студию программы «Говороть Украина» едет самый великий маг современности, менталист Леор Сушарт. И, пользуясь возможностью и Ютубом, хочу бросить вызов. Леор, тебе передают пламенный привет ложечка по имени Клавдия. Да, да, Клавдия, я тебя слушаю. Клавдия мне говорит, что сможет тебя удивить, что сможет согнуться прямо в вашей студии. Осталось только дождаться от вас в приглашение, ну а мы пока потренируемся. Я смотрел, видел, как это делает Нео из «Матрицы», я видел, как это делают многие менталисты, и надо как-то научиться... Ай, не знаю, ничего не получать. Ой, это что за дела? Попробуй, пластмассовая девочка, и может быть, она подастся моей магии. Хорошая девочка, и может быть, она подастся моей магии. Наши из «Матрицы», да. Так, мам, я присоточу, ничего не снимать. Мам, ну, пожалуйста, ну, вы где-то на меня телевидение готовится. АПЛОДИСМЕНТЫ Заходите, пожалуйста, уважаемый наш Хриковчанин. Здравствуйте. Добрый вечер. Но по-другому никак, только со свечечкой. Я просто очень люблю романтику. Никакого обмана. Леор, nice to meet you. Nice to meet you. Садись, пожалуйста. Ну что ж, давайте для начала присяду. А это Клавдия? Это Клавдия. Не тыкайте в нее пальцами, она обидчивая. А понимаете, в чем дело? Любой стальной предмет, он как девушка. Если к нему найти подход, то она обязательно ответит взаимностью. Так что же вы походите с Клавдией-то? Я хочу с ней поговорить. Да, ну давайте. Итак, Клавдия, родная, вспомню, как мы с тобой вчера гуляли под звездами. Как мы ходили в кино. Третий лишний, да? Она поддается. И когда девушка уже согласилась и легла, самое главное ее уломать. Это вам. Спасибо. Итак, пожалуйста. Леор, будьте добры. Это вам. Это Клавдия, так бы, мол, ты ноги. Да нет, это ноги Клавдия. Знаете, когда начались 90-е годы, и все эти экстрасенсы и менталисты начали ходить к нам на кафедру и говорить, проверьте меня, у меня сверхспособности, я не увидела ни одного со сверхспособностями. Поэтому я так скептично к этому отношусь. Все были сумасшедшие. Я поясню, в чем дело. Я на этот эксперимент попал два дня назад. Спонтанно. И решил доказать себе, что, ну как даже себе, всем, что люди, которые находятся рядом со мной, вы великолепные. Все-таки, по-моему, больше шоумены. Но, тем не менее, вот Леор с шести лет занимается магией, я всего лишь два дня. Мне кажется, мне кажется, если бы, мне кажется, если бы я занимался магией шести лет, то я бы научился делать нечто подобное. Значит, раскройте секрет Клавдии. Вы же с ней еще вчера договорились, да? Именно так. Судя вот по этой перемычке. Она просто попала в реанимацию, пришлось ей шины наложить на ногу. Это никак не относится к эксперименту, никак. Ну, вы не дали срасти кости-то, да? Ну, срочно вызвали на съемку, пришлось, да, принимать экстренные меры. Это, на самом деле, безопасная ложка. Безопасная. Теперь уже. И бесполезная, насколько я понимаю. Но, ну, Алексей, но ряд экспериментов. Вначале же поверили? Первые две секунды эксперимента. Поверили. Поверили. Конечно. Возможно, сделали чудо ваши желтые носки. Будьте добры, пересаживайтесь к нашим экспертам. Вот так вот с шутками-прибаутками мы сегодня разбираемся в вопросах магии. Слегка шокированные, немного обескураженные, но в хорошем настроении. Я сейчас хотел бы обратиться, наверное, Макс, к вам. Смотрите, вы угадали дядю Жору. А вы можете угадать, кто выйдет сейчас, следующий? Ну, я предполагаю, что это тоже мужчина. И как он выглядит? Ну, и не экстрасенс. Я не могу считывать прям всю так информацию. Я помогу. У него две ноги. Это уже не силе. Две руки. У него есть нос. Не факт. Нос и рот. Он должен говорить. Он должен говорить. И волосы. У него есть волосы. Хотя не факт, не факт. Могут не быть. Так, ну, он сейчас зайдет. Да, он точно сейчас зайдет. Выходите же, пожалуйста, Артем. Смотри. А волос, то тьма просто на человеке. И все-таки Артем дядя Жора не был прав, не угадал. Не угадал. Прошу вас. Артем, чем вы занимаетесь? А как вы это называете? Так же, как и все, наверное, это и есть ментализм, совокупность психологии, НЛП, различных других техник, по мимике, по жестам, определять то, о чем думает человек, то, о чем он будет думать. Он практически пытается монотонно говорить, это такая гипнотическая мова. Как? Так ему не надо, посмотрите, какой у него вид. Он же фантомас. Внимание на экран. Еще в детстве, когда Артем хотел смотреться мультики, а его отец, футбол, телевизор сам перемикался на детский телеканал. Родители сразу понимали, что я не буду ни певцом, ни спортсменом. Сгодом Артем дізнався про відомого менталіста Дерена Брауна и начал изучать его здебности. Тогда не было интернета и доступной такой информации, где бы я это мог учить. Поэтому приходилось ходить в библиотеки, брать очень много книг. Но все этого могло бы не быть, как бы ни один случай в жизни Артема. Артем, что за случай произошел в вашем детстве? Когда мне было 9 лет, я возвращался со школы со второй смены уже вечером. А тогда уже было сильно достаточно. Шел через стройку, где строители заложили котлован строительный досками и снегом присыпало. И они, видно ли, прогнили, что... В общем, я провалился метров, наверное, 6 или 7 вниз. И тогда еще обувь даже не переодел, был сменой обуви после физкультуры. Очень замерз и получил такой стресс. Это правда, что после того случая вы потеряли волосы? Да, это правда. После чего я, ну, уже эта мама мне говорила впоследствии, что что-то с тобой стало происходить не так. А сколько вам тогда было просить? 9 лет. 9 лет. Что я стал различать, когда говорит человек правду, когда он говорит ложь, делать какие-то необычные вещи. Слушай, сколько этих жуликов развилось, посмотри. И они все в телевизоре. Бедные люди, боже мой. Что с ними делали? Я же раз повторю. Допоки, допоки будет попыт на таких... Пока на свете много дураков, да? Правильно. Совершенно правильно. Вы можете что-то продемонстрировать? Да, без проблем, конечно. Это будет что-то страшное сейчас происходить? Ну, не страшное, но достаточно экстремальное. Экстремальное? Да. Арбалет. Ой, меч. Сначала нож, потом арбалет, потом меч. Поднимешь, когда попрошу? Да. Держи руками. Удобно? Да. Так, держи. Держи руками. Бойся, ничего, все хорошо. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Камера, ну, каждая деталь спрашивает. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА АПЛОДИСМЕНТЫ Это, конечно, потрясающе. Такого в этой студии ещё не было. Здесь у нас сегодня в студии лучшие маги мира, включая всемирно известного нашего гостя Лёра Сушарда. Они делают невообразимое и никак не могут это объяснить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я думаю, что это фокус чистой воды. Эта девочка пострадать не могла в принципе. Нет, ну, это не ментализм. Это просто фокусы. Артём, ну, вы понимаете, что вы рискуете жизнью людей? Да, я понимаю. Я даже подписал документы соответствующие. Но это очень опасно. Опасно. В каждом номере есть риск. И поэтому приходится всё время тренироваться, тренироваться, практиковаться. Во-первых, это красиво. Здесь есть доля мистики. Это нет, это чистой воды. Не надо нас обманывать. Нема. Здебностей тут нет. Я не вижу тут здебностей каких-то надприродних. Льор, стоит ли так рисковать всё-таки жизнью людей? Я не думаю, что Артем робил бы то, что он делает, без силковой уверенности, в успехове. И он сделал это очень правильно. Такого в студии ТОП-шоу «Говорит Украина» ещё не было. Два украинских мага впервые встретились со своим всемирно известным кумиром. Чьи возможности удивят вас больше? Оставьте, пожалуйста, своё мнение на нашем сайте в интернете. Адресы у вас сейчас на нашем экране. Спасибо. Макс, а может быть, ещё что-то нам сейчас покажете, чем-то удивите нас? Я покажу небольшой эксперимент с влиянием на сознание. Здесь я подготовил листики. Они какие? Дайте обсмотреть. Алексей, достаньте несколько и прочитайте вслух, что там написано. Звезда. Так, звезда. Кружка. И что ещё у нас? Рыбка. Рыбка. Замечательно. Теперь сложите эти листики по отдельности. Да. А на? Перемешайте. Хорошо. И возьмите пять листиков. Тут три. Пять. Всё. Пять. Хорошо. Светлана, я попрошу вас поучаствовать. Доставать? Возьмите один листик. Прочитайте, но не вслух. Я прочитала уже. Вы сможете это нарисовать? Боже мой. Подходите ко мне, пожалуйста. Я хуже всего рисую, конечно. Давайте попрессимом аплодисментами, поддержим. Хорошо. Теперь давайте садим спина к спине, чтобы я не видел. Хорошо. Так. Начинайте рисовать. Ну, конечно, художник из меня не очень хороший. Так. Итак. Что-то близко. Давайте покажемся. Ну, знаете, это ещё не всё. Сейчас небольшой сюрприз. Подождите, подождите минуточку. Я тоже должен в этом поучаствовать. Давайте, Алексей, вы мне поможете. Открывайте. Ну что? Раз, два, три. Вау! Закрывался. Очень оптимистично. Как красиво. Потрясающий трюк. Посмотрите, какая будет. Заготовленная. Нет, ну, понятно, это фокус. Это, безусловно, трюк. Это хорошее развлекательное времяпровождение, но это обычные фокусы. Это совсем не какие-то сверхспособности. Понимаете? Мы же говорим сейчас о сверхспособностях. Это очень хорошо, что мы в всей комнате, что мы там, например, на педальце снимаем свои истории, мы можем это все анализовать. Итак, скептики против магов. Большое разоблачение. Вот тема нашей сегодняшней программы. Узнать, о чём думает другой человек и внушить ему всё, что угодно. Это под силу нашим сегодняшним гостям. Ау! Вы умеете время присказать? А я умею фонариком звуку айфона убавлять. Гнуть ложки, вилки, силы мысли. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Как-то нас тут пытаются ловко обмануть. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Что-то такое, что действительно вот сейчас абсолютно полностью нас шокирует и просто добьёт. АПЛОДИСМЕНТО АПЛОДИСМЕНТЫ Вот очень сильно, один из вас, лишь один из вас, держите монетку, лишь один из вас. Не, пытайтесь надурить. Десять секунд, думайте, думайте, кто заховывает монетку в руке. Я не смотрю. Я не смотрю. Я вообще не смотрю. Сегодня мы проводим дослід за стекуляцией, фізиогномика, брехуны. Готовьтесь, вот так вот так, держите. Ручки вперед и все в ряд. Не рухайтеся. А не рушь. Я поставлю вопрос. И вам нужно сказать нет. Зрозумилою мовою. Нет. Потому что это ты держишь монету. Нет. Отже, мы все знаем, что... Все говорят правду, один брешем. Донизу. Опустите. Опустите. Потому что я думаю, что там монетка. А ну, покажите. Браво. 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 Ну, поверьте, что с нами никто там не согласится, с тех, кто сидит в зале или с тех, кто смотрит такие передачи. Почему? Давайте посмотрим. Ну, они же хотят, чтобы их обманывали. Давайте посмотрим. За тем, что здесь происходило, всю программу наблюдали известнейшие украинские ученые, скептики. Они пытались дать этому всему научное объяснение. Что же все-таки происходило здесь? Татьяна, Виктор, Антон, как вы это все объясните? Ну, мы можем сказать так, что Льюар фантастичный профессионал. Мы хотим ему поаплодовать. АПЛОДИСМЕНТЫ И это приклад для наследования наших украинских товарищей. Господин Сушар, по каким-то ему известным особенностям людей понимает их поведение. То есть это говорит о том, что любой человек, который много-много лет будет наблюдать за себе подобными в разных ситуациях, может в той или иной степени предсказывать действия человека. Скажите, какой наш диагноз уже? Здесь, в студии, лучше это скажите. А ваш диагноз... Тут все написано. Я могу... Мы при выходе вам выдамо картки. Я могу сказать вам диагноз. Все вы находитесь в особом состоянии сознания. Вы все находитесь в трансе. Эй, Виктор, нам здесь очень хорошо. Да. Мы собачили. Мы собачили. Вам действительно... Вам действительно всем хорошо. Вот это вот красота искусства и циркачества в том числе. Вы знаете, мы все с удовольствием и млад, и взрослый идем в цирк и смотреть, как нас здорово обманывают. Это замечательно. И вот этот обман иллюзии, он создает то хорошее доброе настроение, в котором сейчас вы все находитесь. А так получается, что на самом деле сегодня здесь, в этой студии, никто никого не обманывал. А просто-напросто все здесь было чудом. Мне поражает, начали наши, так сказать, психотерапевты. Сначала начали говорить, вот вы под аурой, и потом вдруг эта аура просочилась на них. Потому что даже скептики в какой-то момент, мне кажется, должны отпустить свой скептицизм и критическое настроение. Не расслабить. И поверить в чудо. Об этом говорит Украина, об этом сегодня не могли молчать и мы. Спасибо, что вы с нами. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok